Говорят, что время залечит, к непогоде лишь ноют раны, но груз 200 давит на плечи и от горя сидеют мамы. На встречу с молодежью воин-интернационалист Александр Быков приходит далеко не впервые и каждый раз его стихи и рассказы хватают, как говорится, мальчишек за душу. Чужая война, как бывало называла пресса события в Дружественной Республике Афганистан, навсегда осталась одной из самых памятных страниц в жизни муромского писателя. Чтобы не случилось, как на Украине, что там фашистующих людей взяли себе в образец. Я думаю, что нужно воспитывать их на хорошем, на хороших примерах наших солдат, которые именно со мной в Афганистане выполняли свой долг, а не брать откуда-то из заграничных фильмов не самых хороших. И Запад старается переписать историю, в том числе нашу, без нашего согласия, без нашего участия, что это они победили в Великой Отечественной войне. И потихонечку идет переписывание истории не в нашу пользу. В том, что работать в направлении патриотического воспитания с молодежью нужно, Александр Петрович никогда не сомневался. Только на примерах храбрых вырастают герои. «Моей зоной ответственности был весь северо-восток страны. Направление на Джалалабад и северная дорога Кабул-Хайратон. Ну, в основном, конечно, Саланг. Это большой горный перевал. Там еще Александр Македонский хаживал. Вот. Там пришлось, конечно, потрудиться. В основном мы прикрывали вот эту дорогу, нашу артерию. Вот. Два года». За дружеской беседой, где особое место отводилось человеческому мужеству и солдатской дружбе, появилось особое доверие. Готовым к защите Родины должен быть каждый мужчина. «Такие встречи должны проходить, мне кажется, не только на 23 февраля, но каждый раз, чтобы старшее поколение передало нам какой-то свой опыт, ну, чтобы в каких-то ситуациях мы знали, как делать и что делать». «Я считаю, что в России, в нашей стране, Родине, можно сказать, всегда были и будут настоящие мужчины. Все это начинается, конечно, с молодого поколения, но все закладывается. В любой момент, как только Родина позовет, я думаю, что молодежь отзовется и пойдет на защиту. Это безусловно». Елена Петрова, Николай Молоденов. Новости Муром.